Корь – острое вирусное заболевание, которое не щадит ни младшее, ни старшее поколение. И остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире. Распознать нетрудно. Ранняя симптоматика включает в себя лихорадку, кашель и насморк, а также сыпь. Примерно в 40% случаев недуг может проходить с осложнениями. Категория риска – это дети до 5 лет. Иммунный ответ, иммунная система, их несовершенно, она не успела ещё сформироваться. Какие осложнения бывают при коре? Атит, слепота, бронхиты, пневмония, энцефалиты, именингоцефалиты. Это достаточно страшные слова, особенно для ребёнка до 5 лет. Может быть, взрослый и попробует как-то с этим побороться, но ребёнку это может стоить жизни. Первый случай кори в Бобруйске зарегистрирован 22 декабря прошлого года. Сейчас ситуация находится под контролем. В основном заражённые дети и взрослые без укола здоровья. Или люди только с одной прививкой. Вакцинация – единственный верный вариант обезопасить себя и своих близких. После введения одной дозы у 95% привитых формируется долговременная иммунная защита. После второй эффективность достигает почти 100. Корь вообще очень контагиозное заболевание, заразное, очень заразное. То есть, если человек непривитой встретится с заболевшим корью, то он 100% заболеет. Непривитые люди болеют и непривитые дети. Вот у нас по поликлиниках переболело несколько буквально четверо детей, которые были непривиты изначально. Это те дети, родители которых отказывались от прививок. Чтобы получить достоверную информацию о своём состоянии и здоровье, необходимо уточнить свой прививочный статус в территориальной организации здравоохранения. В Бобруйске для профилактики доступны детские вакцины индийского и бельгийского производства. Для взрослых представлена российская. Укол здоровья делается бесплатно. Кроме того, также отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРИ. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена вирусами гриппа и возбудителями негриппостных инфекций. Это аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, вирусы парагриппа. Единственным научно обоснованным и эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. За период с 2000 по 2021 благодаря активизации мер по иммунизации удалось предотвратить 56 миллионов случаев смерти. Такие цифры – очередное доказательство положительного влияния вакцинации. Чтобы избежать непоправимых последствий, следует уже сегодня позаботиться о своём здоровье.